Ну что фанаты Ральфа, вы уже вовсю ждёте выход его, который состоится совсем скоро. Но что именно мы знаем о мультфильме, ведь было много промо, тизеров и трейлеров, и надо бы понять, что нас будет ждать в этом интернете. Добрый день, с вами я Санчес, и сегодня я расскажу вам кратко о сюжете Ральфа 2, и о персонажах, которых они встретят. Поехали! Также хотел бы вам сказать, чтобы вы не забывали подписываться на канал и нажимать на колокольчик, ваша активность влияет на выход видео. И также не забывайте подписываться и на друзей, все ссылки есть в рекомендации. Я думаю, им будет приятно, но не буду вас отвлекать, давайте начнём. Сегодня будет больше видео для тех, кто совсем ничего не знает про Ральф 2 против интернета. Для тех, кто смотрел лишь первую часть, наши действия разворачиваются чуть позже, чем события первой части. Современный мир воспринимает технологии очень быстро, и со временем игровой клуб с нашими автоматами, где стоит Ральф и Венелопа, немного начинают сдавать позиции и становиться менее популярными. Но до сих пор дети с радостью приходят играть. В один из таких дней девчонка сломала руль в игре Венелопы, ведь сама виртуальная Венелопа решила схитрить и срезать круг, но не учла момент, что девчонка решила играть по правилам. Оттого настало тяжело крутить руль, и в конце концов он сломался. Для вселенной Сладких Форсаж, где и живёт Венелопа, это целая трагедия. Ведь в первой части у них уже была возможность наблюдать эмблему, автомат не работает. И вторую такую они явно не хотели, ведь автомат могут отключить навсегда. Тогда Ральф и Венелопа долго не думая решают купить такой же геймпад. И проблема в том, что он продаётся в одном экземпляре, и только электрона на имбэй. Тогда Ральф и Венелопа решаются проникнуть в интернет, сами того не зная. Они бродили по выключенному роутеру, и неожиданно он включился, и их занесло в интернет. Да просто сам хозяин игрового магазина решил заказать точно такой же руль. Ведь как-никак, а гоночная игра была более-менее популярна. Хозяин решил также зайти в интернет, и получается, Ральф и Венелопа неожиданно туда попали. Тут начинаются приключения Венелопа и Ральфа. Они попадают во вселенную интернета и встречают популярные сайты. Такие как Google, YouTube, Twitter, Facebook. И знакомятся с поисковой строкой, и со спамом, и даже попадают в середине мультфильма в Даркнет. Не знаю, уместна ли такая тема для Дисней, но они и этот момент добавили. Также они встретят кучу новых знакомств и заведут друзей. Главный из них это Ес, помощница и дикая тусовщица, которая знает, как работает интернет. И, конечно, девушка Шенк, гонщица в безумной гонке. Которую придёт Ральф и Венелопа для того, чтобы заработать денег. Ведь им просто не на что покупать руль. Также Ральф и Венелопа попробуют себя на Ютубе, в мире, так скажем, блогеров. И буду всячески пытаться, наконец, купить этот геймпад. И в итоге даже поломают интернет. Видно, они поймут, что такое провисание, баги и лаги. В общем, будет очень интересно. Также хочу сказать, что в разных странах трейлеры отличаются. К примеру, в японском нам показали намного больше кадров, чем у нас в официальном. Но кадры вполне простые, без особых интересных заметок. Ну вот это примерно то, что вам нужно знать о Ральф 2, который выходит совсем скоро. Конечно, я мог бы сказать, что у них будет проблемы со взаимоотношениями. Ведь Венелопа захочет остаться в интернете, а Ральф нет. Также можно сказать, что они встретят много диснеевских персонажей. И, возможно, они тоже станут им помогать. Но всё это уже более подробный взгляд. А суть одна, постараться возобновить игровой автомат. И, возможно, подчеркнуть из технологий что-то новое для своих игр. Это не полное раскрытие всего сюжета, а лишь мнение, которое я сделал, просмотрев множество промо, трейлеров и тизеров на Ральф 2 против интернета. Если вам понравилось видео, не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Ваша активность влияет на выход видео. И чем больше лайков и комментариев, тем быстрее выходит видео. Также подписывайтесь на друзей, я думаю, им будет приятно. У них самый качественный контент, ссылки указаны в рекомендации. Ну вот и всё, с вами был Санчес. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok